Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим сейчас говорить о книге пророка Оси и обратимся к 12 главе. В то время, когда Оси произносил свои проповеди, политическая обстановка на Ближнем Востоке была, как всегда, нестабильной. И несколько крупных государств претендовали на доминирование в этом регионе. И поэтому правители Израиля все время вместе с другими мелкими государствами пытались там как-то между этими самыми властителями и сверхдержавами лавировать. То посылая послов, чтобы заключить союз со Сирией, то с Египтом. И вот обо всем этом здесь говорит в 12 главе в самом начале Господь через пророка. Говорит о том, что это все суета-сует и погоня за ветром, как скажет потом экклезиаст. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром во всех этих своих попытках заключения политических союзов. Это довольно важная такая мысль, потому что Бог говорит о том, что вы, собственно, самое главное, что могло бы послужить вам к выживанию, что могло бы послужить вам опорой и защитой, доверие Богу и верность Ему. Вот это вы презрели, вместо этого все поклоняетесь всякой билиберде, и в этих условиях никакие ваши политические и военные союзы, они все равно никакого плода не дадут. Это все погоня за ветром. Дальше, продолжая этот разговор, пророк говорит, а Господь есть Бог Саваоф, сущий имя Ему. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милости суд. Пророк имеет в виду, что вы там со своей политикой уже прямо из кожи вон лезете, с кем бы только еще союз не заключить ради того, чтобы выжить. А на самом деле Господин, тот, от кого все зависит, Владыка, Господином является Бог звезд, Бог воинств, тот, которому имя сущий, то имя, которое было открыто Моисею на Гаисина. А дальше вот мы видим с вами шестой стих, который, конечно, можно исчезть параллельным шестой главе пророка Михея, где говорится о том, что значит спасти, что значит обратиться. Осия обращается к израильтянам и к иудеям и говорит, обратись и ты к Богу твоему. Вот как он это формулирует. Наблюдай милости суд и уповай на Бога твоего всегда. Михей говорит, вот чего требует от тебя Господь Бог твой, поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Господом Богом твоим. Видимо, это была такая общая идея эпохи, общая идея эпохи VIII века до Рождества Христова, когда через разных пророков Бог говорил вот одно и то же. Обратись к Богу, и это значит, что это значит любить дела милосердия, наблюдать милость и суд, как выражается вот Осия, и уповать на Бога твоего всегда. Уповать на Бога твоего всегда, это если хотите религиозное заявление, а наблюдать милость и суд, ну, в общем, социальное. В первую очередь пророки этой эпохи, Осия в том числе, говорят о том, что нам нужно научиться милости в социальной жизни, нам нужно научиться не быть скопищем жлобов, понимаете? Вот так взаимодействовать друг к другу, чтобы в этих взаимодействиях была милость и была правда. Вот, говорит пророк Хананейнин с неверными весами в руке, любит обижать. Ну, то есть обманывать, обвешивать, грабить. Вот, все это, говорит пророк, чистое язычество, это Хананейнин любит. И вот пророк говорит о том, что на самом деле, как это называется, обогатить, восстановить, защитить Ефрема, избранный народ Божий может только сам Господь. Дальше речь идет снова об истории избранного народа. И снова здесь вспоминаются разные древности, которые более или менее известны всем в Израиле. Но суть разговора вот какая, что люди и в древности тоже что-то делали для того, чтобы обеспечить свое выживание, там, трудились, еще что-то, но реально действовал Бог. Действовал Бог. И без содействия Бога все эти усилия и труды были бы совершенно никчемными. И вот примеры из истории Израиля, которые здесь пророк Осия помещает в конце 12 главы, они все более или менее вот об этом.